Немногим ивановцам известно, что раньше в малом зале правительства региона располагался бальный зал дома фабриканта Гандурина. Архитектор, создавая убранство зала, вдохновлялся сюжетами Ильиада Гомера. Немногие знают, что здание, в котором сейчас располагается ЗАГС, это подарок Дмитрия Геннадьевича Бурылина своему сыну Ивану в день его свадьбы. Дом самого Дмитрия Геннадьевича Бурылина, в котором сейчас расположен музей СИЦА, лучший в городе дворец в стиле модерн, созданный архитектором Снуриловым. Об этом и многом другом в книге известного краеведа Александра Тихомирова. Подарочное издание под названием «10 лучших особняков Иванова Вознесенска» выпущено ограниченным тиражом в 3000 экземпляров. На страницах книги рассказ о зданиях, которые оставили след в истории края и которые к настоящему моменту лучше всего сохранились. Писать тяжело, когда мало информации, потому что по каким-то объектам сохранились планы достаточно подробно или описание, хотя бы назначение комнат. Потому что многие высказывают, что интересно знать, как бы особняк и владелец сопоставить. Как вот он жил, этот владелец, что у него где размещалось, как это выглядело. Когда вот это вот есть информация, но интересно. А когда вот мало, вот скажем, про дом Полушина, вот у тебя сейчас библиотека, там сохранилась нижняя амфилада. Каким был второй этаж, мы вообще не представляем. Самое красивое, по мнению краеведа Тихомирова, здание из названных в книге «Особняк семьи Маракушевых». В облике здания сочетается модерн и классицизм. Особенно привлекло автора книги то, что в этом дворце сохранились внутренние интерьеры. Рассказывает автор о доме Ефима Грачева, крестьянина, купившего вольную и построившего для своей семьи дом в традициях классицизма. О доме Гандурина, Полушина, Бурылина и Зубковых. В этой книге самое ценное, что особняки не растворились по городу, что не выведены в единые исследования. И мы можем увидеть, что у нас были и особняки, которые построены в классическом стиле, и в стиле модерн, и в более поздних стиле. И мы увидим, что в архитектуре, по пластике, по архитекторам они совсем не уступают особнякам, которые строились в Москве, Петербурге и других городах. Название «10 лучших», выведенное в заголовок, скорее рекламный трюк. В книге 11 глав об 11 особняках. По мнению рецензентов, эта книга будет интересна и любителям искусства, и профессионалам. Очень много искусствоведческой информации в этой книге, исторической информации о владельцах особняков, о том, как строились эти здания. Приведены в том числе и проекты архивные этих зданий по некоторым объектам. Есть фотографии, как выглядели эти особняки, когда в них жили сами фабриканты. Набрать материалы еще на одну книгу в городе нельзя, рассказывает Александр Тихомиров. Но вполне возможно продолжить мысль, путешествуя по районам. Претендентов на два первых места краевед уже нашел. Это Павловский дворец в Шуе и особняк Горбунова в Фурманове. Мария Смирнова, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.